Самое главное, что обрёл город, это новое качество жизни, утверждают горожане. Ощутимо это и в поликлиниках, и на дорогах, и на пляжах. Преобразования коснулись всех сфер курорта, и заметно это невооружённым взглядом. То, что было раньше в городе, несравнимо. Брать проспекты, дороги, гостиницы или что-то остальное, я считаю, что только положительно. Тем более этим всем пользуемся. Когда в Ладнер приезжаю, заметно. Эмиритинская низбенность, когда бываю в этом месте, конечно, замечаю преобразование. Естественно, до 2008-2009 года это была заболоченная низбенность, не более того. Самое главное, наверное, это дороги. То есть сейчас и развязки, и внешний вид города, и то, что сделали с улицы Новогинской. То есть дополнительные места, это как бы наследие Олимпиады, мы им с удовольствием пользуемся. Город красивее стал, всё освещение делаю, всё вообще преобразуется. Чистота. Во-первых, чистота, во-вторых, обустроенность. То есть везде чистенько. Дублер курортного проспекта – вот это восторг, конечно. Это такая моя личная линия метро, я её называю. Потому что очень удобно, без пробок можно пролететь. Олимпиада – это не только новые ледовые дворцы и горнолыжные курорты, но и 360 километров новых дорог и мостов. А ещё за пять лет стройки город получил более 60 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, тысячу отремонтированных многоквартирных жилых домов. Проведено на курорте 700 километров инженерных сетей и чуть ли не столько же километров газопровода низкого и высокого давления. Но основами высоковольтными линиями электропередач, ТЭЦ, ТЭЦ и десятками подстанций общей мощностью более 1200 мегаватт, для сотен сочинцев закончилось время выживания, когда без света приходилось сидеть по две недели. А благодаря новым очистным сооружениям, имеющим статус «Наилучшая существующая технология», побережье курорта уже по праву входит в число самых чистых. Ко всему прочему, Сочи перешёл на систему «Ноль отходов». Я был в Сочи где-то лет пять назад, ну даже больше, и это был один Сочи. Сейчас я понимаю, что это маленькая чистая Москва. Я переехал полгода назад, и я в восторге, честно говоря. Здесь, это потрясающий город. Я его сравниваю, как если знаете, я из Ростова-на-Дону. Ростов – это девушка в строгом офисном стиле, а Сочи – это девушка в вечернем платье, которая всегда выглядит на ядь, идеально пахнет, идеально выглядит, и это потрясающе. Кардинально в городе всё поменялось, дороги, фасады, здания, всё прекрасно. Реализован в городе ещё один проект Олимпиады. Сочи вернулся статус всесезонного курорта круглогодичного действия. Горнолыжные курорты города сегодня конкурируют, в том числе и с французским шамани. В результате же работы руководства Сочи с 2014 года поток отдыхающих начал неуклонно расти и в 2016-м достиг цифры в 6,5 миллионов человек в год. И это лучший показатель за всю историю курорта. А благодаря совместной работе с туроператорами в летнем сезоне прошлого года появились пакетные предложения по Сочи. Ну а в этом году сложилась тенденция к увеличению потока из-за рубежа. Туристы ожидаются как из Китая, так и из Германии. Ко всему прочему, и по оценке международных экспертов, Сочи занимает второе место по событийному потенциалу. Так, в 2017 году в Олимпийской столице уже запланировано не менее 180 крупных событийных мероприятий. В том числе в ближайшие полгода нас ожидают Всемирные военные игры, Российский инвестиционный форум, Международный фестиваль молодежи и студентов. Ну и самые ожидаемые спортивные мероприятия также пройдут в нашем городе. В апреле это королевские гонки, ну а в июле матчи Кубка Конфедерации FIFA.